Привет всем, с вами Баннер. Многие из вас знают, что вода является одним из важнейших приоритетов во время выживания. В таких местах, как море, морское побережье, пустыня, вода является самым главным приоритетом. И без воды ваши шансы на выживание будут равны практически нулю. Поэтому сегодня я покажу один из способов, как можно получить воду, какой можно опреснить. Итак, для начала вырываем с вами яму на земле. Можно возле воды. Лучше это всего сделать, конечно же, с помощью лопатки, как это делаю я. Если лопаты нет, можно и палкой, и ковырялкой все это сделать. Ну и на крайний случай можно руками, в зависимости от того, какая почва у вас под ногами. Размеры ямки выбирайте в зависимости от того, какого размера у вас пленка, ваш пакет. В котором вы будете все это накрывать. Итак, вот я вырвал ямку. На дне уже мокрая земля. Можно в яму вылить воды, частота которой не внушает вам доверия. Я вот направил из речки, сюда же вылил. На дно нашу яму устанавливаем емкость. Затем накрываем нашу яму пленкой, либо каким-то мусорным пакетом, обычным пакетом с лофановым, водонепроницаемой какой-нибудь тканью, тендом, чтобы вода, которая испарится, оставалась на стенках пленки. Засыпаем все края наши песочком, камнями, чтобы испарения не уходили. И да, совсем забыл сказать, если у вас есть какая-нибудь трубочка, из которой можно пить какой-нибудь шланг маленький, например, из питьевой системы, которая есть в рюкзаках, то достаньте его, разместите один конец в сосуде, а другой на выходе. Устанавливаем камушек. И по мере того, как ваш сосуд внутри будет наполняться, вы можете спокойно, не открывая пленку, вот таким вот способом выпивать воду. Если, например, стоите где-нибудь в лагере, сделали вот такую вот конструкцию, естественно, если у вас есть пленка, можно сделать и больше ловушек для воды, таким вот способом. Все это довольно-таки медленно набирается, уже прошло минут 20, ну, в зависимости, естественно, от температуры воздуха, сейчас 28, не очень жарко, солнце за тучами, поэтому мне придется очень долго ждать, когда наберется вода в этом сосуде, потому что, вот видите, пленка начала покрываться капельками только по бокам, постепенно это все будет сближаться к центру, но это будет не через 30 минут, наверное, где-то через час, через два, в зависимости, естественно, от погоды. Также почти по такому же методу можно приснять воду в соленую, например, если вы находитесь на побережье, с помощью огня, если он у вас есть, есть возможность развести костер, и есть какой-нибудь сосуд, чтобы кипятить воду, ну, например, какая-нибудь консервная банка, либо котелок, если все-таки он у вас есть, то поставьте, налейте в него немного воды, поставьте этот котелок на огонь, он начнет испарять воду. Сверху накройте не полиэтиленом, потому что, естественно, он у вас расплавится не каким-нибудь там салфановым пакетом, а лучше всего это сделать тканью, которая будет впитывать пары воды, которые будут испаряться. И потом вы просто возьмете, после того, как она намокнет, будете выжимать и пить уже пресную воду, а вся соль останется у вас в котелке. Ну, пожалуй, пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Пока-пока. И вот, допустим, вы заблудились, потерялись, и если находитесь в вот этом горном лесу, и если вы вышли к речке, горной речке, то, естественно, вы должны двигаться не против течения, а по течению. То есть, вот, смотрите, сейчас я спущусь. Вот река. Это основной базовый принцип поживания, то есть, одно из главнейших правил. Если вы потерялись, выходите к реке и идите по течению. Это правило действует практически везде.